Сейчас многие жалуются на бессовестность других людей. Действительно, это часто сейчас вызывает удивление, насколько могут быть непорядочными какие-то люди, насколько они могут бесстыдно себя вести. И это не может, конечно, не ужасать человека, который воспитывался в традициях, где есть некие правила, где есть некая этика, где есть некий порядок, где есть некие правила отношений. Но, к сожалению, это уходящая натура. К сожалению, совесть — это то, что формируется большим социальным давлением, которое мы испытываем в процессе воспитания. Когда ребенок находится в строго иерархической семье, где есть распределение ответственности, обязанности, уважения, авторитета, он боится нарушить те правила, которые в этой семье существуют. И этот страх постепенно, как говорят психологи, интервизируется, то есть входит внутрь и превращается в совесть. Мы начинаем оценивать собственные поступки с позиции, насколько они соответствуют требованиям, этическим нормам и так далее. Но если этого социального давления на ребенка не оказывается, а сейчас дети воспитывались и в 90-х, и в нулевых, в системе крушения авторитетов, непонятных норм, этических и так далее, не было этого давления. И действительно многие выросли с этим чувством, что почему бы ради себя не сделать так, как тебе удобно. И со стороны это кажется как бессовестность. На самом деле этого чипа нет. Не сформировали этой интервизации внешнего давления во внутреннего цензора. Но это такая вот свобода. Хорошо это или плохо, говорить об этом бессмысленно. Сейчас просто мы имеем людей разной генерации, разного видения моральных и этических вопросов. И это не повод для осуждения. Если у человека этого нет, то просто надо знать. Что где-то нужно быть осторожнее.